Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Слава Господу! Я хочу... Алексей Колоди, пожалуйста. Слава Иисусу Христу! Слава Господу! У нас сегодня удивительная возможность вознести имя Христа высоко. Аминь! Аминь! Мы собрались ради Его имени здесь. И когда имя Христа высоко, тогда мир Христа покрывает большую территорию. Мы сегодня молимся о том, чтобы мир Христа покрыл территорию Украины. Чтобы мир Христа проистекал от сердца к сердцу. От украинца к украинцу. И чтобы каждый в себе имел совершенный мир Христов. Давайте помолимся вместе. Дорогой наш Отец Небесный, Господь. Мы превозносим Тебя. Мы благословляем имя Твое. Ты один достоин славы. Ты один достоин хвалы. Ты один достоин поклонения, Господь. И мы народ Твой Божий. И на этом месте мы взываем Тебе и воздаем Тебе то, что достоин только Ты, Господь. Потому что Ты Бог и нет иного. Мы призываем Твое имя Святое. Мы призываем Твое присутствие на этом месте. Чтобы Ты был Господь среди нас, среди народа Твоего, Господь. Чтобы Твоя благодать, Твой совершенный мир посетил каждое сердце, каждый дом Украины, Господь. И чтобы Господь Он усовершил, Господь, каждого из нас. Потому что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в Твоем исцелении, Господи. Потому что там, где метется народ. Там, где народы замышляют тщетное, Господи. Только Ты приносишь мир, Господь. И на Тебя мы уповаем. Потому что Ты защита наша. Ты упование наше, Господь. Ты великий и истинный Бог, перед Которым мы стоим. И Которому мы воздаем всю славу и хвалу. Благодарим Тебя, Господи, за то, что в нашем городе Ты собрал Твоих людей. Благодарим за то, что Твои люди молятся по всем местам. Мы благодарны Тебе за то, что в горячих точках, Господи, поднимается Твой народ. И они ходатайствуют о мире. Они ходатайствуют о Твоей любви. Они ходатайствуют о взаимопонимании. И мы благодарны Тебе за то, что Ты влаживаешь в это наши сердца. Спасибо Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы просим Тебе, охраняй и защищай, Господь. Убери всякий дух зла, дух нечистый, Господь. От России, от Украины. Пусть эти братья успокоятся через Твое благословение, через Твой шалом. Мы просим, Господь. Охраняй стены, братья и сестры, которые сегодня, Господь, стоят на колено, молятся, просить Тебе Твоей защиты охраны. Благослови нашу Украину. Сохрани и защищай наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздаем Слава Богу. А сейчас с нами будет молиться старейшим на церкви адвентистов седьмого дня. Будь Данил Романович. Вітаю вас, дорогие друзья. Сегодня у нас особо урочистость. И я желаю нагадать один случай Святого Письма, когда два брата, которые родились в один день, посварились между собой. Сатана звел их. Так что они были на гране великой катастрофы, великой борьбы. Но меньший брат Яков смирился перед Богом и понимал, что только Бог может слагодить их. Примирить. И сказали, написаны такие слова, что Яков хватился руками за ангела и сказал, «Не отпущу тебя, поки не благословишь меня». И молился Яков целую ночь. И на ранок было великое событие. Примирение. Брати обнялись и целовались, и плакали разом. Дав бы Бог, чтобы в нашей стране так же два брата, Украина и Россия примирились, чтобы не было ворожнечений с собой. Это наша просьба перед Богом. Хай Бог благословить. Боже наш, благоим тебе. Примири цих два народа, чтобы мир был и слагода, чтобы мы были в тиху, звездили твою правду, твою любовь. И прославим тебя сегодня и по веке вечно. Все просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Я приглашаю сюда Гаценюка Степана, служителя церкви христиан-баптистов. Дорогие все присутние. Христос воскрес! Воистим воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я верю, что Христос воскрес. И я верю, что Украина воскресна. Аминь. Знаете, в истории много случаев, когда в каждой стране, в каждой личности нужно пройти певный шлях. И нам сегодня Бог доверил честь стоять в проломе за веру, за мир и за спокойствие в нашей стране. И я верю именно потому, Господь даёт мир и спокойствие в нашей области. И я знаю, что если другие области будут приниматься и жить, Бог даёт мир и спокойствие в каждой стране, в каждой области. И, в частности, в Украине. Я верю в это. И я знаю, что и вы верите. Но вера, она должна распространяться. Она должна расти. Мы должны ее передавать другим. Когда Иисус Христос воскрес, то Его учени были в смутку. Они не знали, что будет дальше. Он был остров на сердцах. Иисус пришел и первое, что Он сказал – мир вам. Все сегодня потребуют мира. И мы это слышали, как никто другой. Но этот мир, его не можно где-то позичить. В банке или где-то другого, товарища. Его может дать только Бог. Я хочу прочитать одно место, где люди думают, что мир и война заложат от людей. Не правда. Все в истории заложат от Бога. Иисус. Аминь. Книга при повести Соломоновых, 21-й разділ, 2-й виш. Всякая дорога человека пряма в очах ее, и сердцами керует Господь. Правда и правду чинить для Господа – это лучше за жертву. Аминь! Бог покликует нас чинить справедливость, чинить эту жертву уст, стоять в проломе, потому что угодно Господу. И Бог тогда будет благословлять свой народ. Когда мы читали только эти слова, эти слова стоят каждого из нас, независимо от того, как мы верим, как мы поклоняемся Богу. Богу угодно не устами шанувати Господа, но делами и сердцем, и возможностями. Мы не знаем, что нам приготовил Бог. Действительно, мы не знаем, потому что историю керует Бог. Но если мы будем верить Слову Божьему, то чтобы Бог не приготовил у нас на нашу шляху, мы должны выполнить свою миссию. У каждого из нас есть свои дары, свои покликания. У этот нелегкий час, дай Боже, нам на своем месте ответить Божьему поклику, и быть готовыми встать там, где нам нужно встать. Хай Господь нас благословить и пошли нам в мир. Слава Господу! Помолимся! Аминь! Не тратите любовь, пошану, образ христианина. Люби Господи, допоможи нам виконати своє призначення, каким бы оно ни было. Дякую тебе за то, что ты снова нас подбадьорируешь. Дякую за всі молитвы, которые сегодня возносятся, за всех людей, которые пришли, которые дома еще молятся. Благослови Господи, свой народ. Не залиши нас, Господи. Дякую тебе за эти тяжкие хвилины. Отец Небесный Мы с любовью за все тебя благодарим. Мы с ним от твоего омытой кровью. Слава Всемогущему Господи, Слава Всемогущему Господи, Слава Всемогущему Господи. Не залиши нас, Господи, Слава Всемогущему Господи, Средь собой благоговеди твоим На вас не могу всю эту воду Побылом есть и соль глядет На вас не могу всю эту воду Победите его словарь На вас не могу всю эту воду Победите его словарь На вас не могу всю эту воду Победите его Победите его словарь 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 Победите его словарь